сегодня youtube почти заменил телевидение если вы жалеете что не создали свой канал когда youtube был не таким популярным не переживайте здесь главное создавать качественное видео и в этом выпуске расскажу как это делать самая популярная камера для влогов на youtube это sony x3000 компактность качественный звук видео в 4k широкий угол все это делает эту камеру идеальной для влогов на эту камеру свои видео снимает контр-шоу в саня если вы не видели посмотрите своим ходом и много других ютуберов иногда я и это лучший выбор для старта для разговорных видео не стоит покупать gopro либо 8 action самая главная проблема здесь в микрофонах они защищены от влаги и тем самым выдают звук как из унитаза если вы хотите начать с топ уровня советую покупать такие камеры как canon m50 canon 80d на эту камеру кстати снимает тушкин это canon 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 80d кейси и много других топовых ютуберов my totally favorite vlogging camera and this is is this here canon 80d before the 80d was a 70d both great cameras the reason why i like them so much this flip out screen is everything when shooting vlogs you can see what you're filming но я советую заменить ее на canon m50 на которую сейчас снимаю потому что она более компактная и более новая модель это бюджетный формат с топ качеством если для вас деньги не проблема тогда покупаем canon eos r либо sony a7 alpha 3 это лучшее что вы сейчас можете купить также можно сделать связку мыльница плюс sony x3000 сейчас самая топовая мыльница это sony rx100 mark 7 здесь уже появился внешний выход под микрофон и камера снимает по качеству не хуже зеркалки с помощью ее вы можете снимать какие-то ночные кадры потому что она идеально снимает темноте может приближать таймлапсы все что вот вокруг вас снимаете на эту камеру и разговариваете на sony x3000 компактная удобная связка для путешествий с максимальным качеством как ни странно но я свой путь ютубера я начал именно с дрона сначала купил дрон а потом все остальное можно начать с маяк эйр это отличный дрон но если у вас есть больше денег покупаем маяк 2 не стоит покупать стабилизатор для старта потому что он занимает много места лучше всего использовать джоби горелопод я использую именно этот трипод он удобный компактный и также покупать именно джоби потому что другие китайские подделки быстро портятся и вы только потратите зря деньги также вы можете отложить покупку дорогих камер и снимать все на свой смартфон снимаем на переднюю камеру себя на вытянутой руке из того что камера широкоугольная это удобно и все что происходит вокруг вас снимаем на основную камеру такой набор камер у вас всегда под рукой в кармане это очень удобно не нужно снимать все подряд у вас получится слишком много данных которые будут потом сложно обработать в монтаже и у вас займет это очень много времени тут и мост шумный вам нужно разделить видео на два потока первый разговор в камеру здесь мы максимально четко передаем информацию к зрителю показываем свои эмоции и больше работаем на микрофон именно здесь идеально отрабатывает sony x3000 лучше всего использовать камеру широким углом тогда вы сможете на вытянутой руке просто разговаривать в камеру это очень удобно иначе вам придется постоянно использовать трипод это тоже хорошо когда у вас стабильно стоит камера как я уже говорил я обычно использую горилла под и вот так выглядит камера и 2 биролы кто не знает это небольшие сцены чаще всего под музыку либо наложены на ваши разговоры которые отображают все о чем вы говорите показывают место где вы находитесь вас в этом месте и разделяют разговорные сцены также биролы могут состоять из кадров с воздуха и очень удобно использовать дрон потому что это летающая камера может залететь в любую точку и снять вас любого ракурса и отобразить все что происходит вокруг вас я советую продумывать небольшой сценарий перед съемкой если это travel видео здесь может быть стандартный сценарий отправляемся на остров нусапенида на байке едем к порту где-то за 40 минут мы доплывем будем ночевать там одну ночь забукали себе номер за 58 долларов хотя он стоит 78 сначала рассказываю куда мы хотим поехать дальше показываю весь наш путь с его изюминками люди которые нам встречаются все интересные места по дороге основные точки нашего маршрута пили билеты за 700 тысяч здесь есть кассы грязно на нас топали с байками мы выбрали вот один из таких больших хонда варю все что цепляет глаз и концовка здесь будет когда мы доберемся к нашей цели для travel видео это стандартный сценарий советую посмотреть этот выпуск с бали снимал я все на на sony x3000 sony rick 100 и на свой трон майк 2 ваше видео должны быть плавными стабильными и динамичными все это в одной связке максимально используем трипод это как ваш лучший друг он всегда готов подержать камеру будет снимать вас и самое главное никогда не устанет в биролах используем сломо время движется с необычной скоростью и это переносит зрителя в параллельную реальность но главное здесь что двойное замедление делает ваши кадры в два раза стабильнее потому я всегда снимаю в 50 fps также можно снимать 60 fps а если вы будете снимать в 25 fps либо в 30 fps у вас получится очень дерганное видео когда вы будете делать замедление и это не круто также круто показывать вещи с необычных ракурсов это добавит изюминку вашим видео если есть много движения снимаем таймлапсы они добавят динамики в вашем видео и покажут масштабность ваших локаций съемка с дрона самый лучший способ показать место где вы находитесь с необычного ракурса для путешествий очень важна ветрозащита меня стоит такая защита и сейчас дует ветер вы его не слышите звук также важен как и картинка качественный звук это половина успеха от ваших видео нас не учат в школе разговаривать на камеру это как-то стыдно глупо все на тебя смотрят если бы у меня не было пульта в руке я бы сделал рука лицо так только смайл здесь будет здесь важно решиться забить на то что думают другие вижу цель не вижу препятствий разговаривайте с камерой как с лучшим другом рассказывайте есть все самое интересное если вы даже где-то ошибетесь вы потом на монтаже все это можете исправить также вас может бесить ваш голос записи это нормально со временем все пройдет а В монтаже я создаю проекты на каждую камеру. Чаще всего это три камеры, после чего я начинаю убирать все лишнее с таймлайна. И с трех часов видео у меня может остаться 30 минут. Дальше я разделяю на два проекта. Первый, основной, это разговорные видео. И второй, это видео, которое пойдет под музыку, то есть биролы. Теперь я более подробно разбираю проект с разговорными видео. И пытаюсь убрать здесь все лишнее. И также найти места, куда нужно вставить видео, которые пойдут под музыку. Дальше я подбираю музыку. Чаще всего я использую около пяти треков. И раньше, чтобы найти музыку, я трачил очень много времени. Но сейчас с этим вообще нет проблем. Я использую сервис Epidemic Sound и всем рекомендую. В описании будет ссылка. На этом сайте очень легко находить музыку по жанрам. Там есть различные подборки. И они дают один месяц бесплатного использования. Вся музыка здесь будет без авторских прав. Вы не будете нарушать правила ютуба. И ваш канал будет хорошо продвигаться. Советую здесь быть аккуратным. Все делать изначально правильно. Потому что много каналов на ютубе, которые развивались годами. Закрылись из-за того, что они использовали музыку без лицензии. А с этим сайтом вы получаете лицензию на каждый трек. И у вас не будет проблем. Теперь, когда мы выбрали музыку, закидываем ее на таймлайн. И по битам добавляем маркеры. Теперь по этим маркерам очень просто нарезать наше видео. И тасовать его между собой. И у нас видео и музыка будут как одно целое. Теперь у нас получился один готовый проект. Где у нас есть разговорные видео, биролы. И некоторые видео мы закинули поверх наших разговоров. Все круто, все просто. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как вам этот выпуск. Подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих выпусках.